Во славу России, потомству в пример. Необычный патриотический урок для воспитанников гимназии «Аврора» провела учитель кубановедения Лариса Юракова. Цикл мероприятий никогда не заканчивается, потому что каждый год мы празднуем очередную годовщину. Ценность несомненная, поскольку ребята готовились, они прочитали литературу, они работали с источниками. Я думаю, что интерес они вызывают несомненный, работа будет продолжена. Сегодня в роли экскурсоводов по памятным местам Анапы выступили сами гимназисты. Начиная от военных фактов периода русско-турецкой войны и заканчивая событиями локальных конфликтов современности, ребята рассказали своим сверстникам о каждом памятнике, мемориале и улице города, чьи названия носят имена героев. Для гимназистов, которые посетили этот урок мужества, многие факты стали известны впервые. Например, что в годы оккупации на территории Анапы действовала подпольная группа «Рассвет». Это были радиолюбители-школьники. Они принимали радиосводки с фронта, распечатывали и передавали партизанам и местным жителям. Победу ковали все – и мужчины, и женщины, и дети. Безусловно, это интересно, потому что это очень важно для этого поколения, которое не знает о войне, но мы обязаны знать о ней, потому что если мы не будем помнить, то мы просто не выживем, можно так сказать. На этом военно-патриотическая работа в гимназии «Аврора» не завершается. Как рассказала директор учебного заведения Ирина Хабарова, для ребят подготовлен целый цикл мероприятий. Дети посещают сегодня сквер боевой славы «Вечный огонь», посещают сегодня митинг традиционно. Обязательно участвуют в конкурсах, которые отражают именно направленность геройко-патриотическую. Старшая школа сегодня у нас также принимает участие в митингах. И круглый стол проводится в конце рабочего дня по геройко-патриотической работе сегодняшней. Участие в городских мероприятиях – это только часть патриотической работы. В планах администрации гимназии – организация отдельных экскурсий к местам воинской славы Анапы и Новороссийска. Субтитры создавал DimaTorzok